Добрый день, дорогие друзья! У нас в студии молодой автор, студент Ульяновского педагогического университета, участник литературного салона «Симберлит», который возглавляет Марина Субина. Артем Далакян. Наш гость Артем Далакян пишет стихи с 15 лет, а в этом году он занял первое место в номинации «Поэзия» в конкурсе «Первая роса». Рада предоставить слово молодому автору. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Артем Далакян. Я поэт, студент третьего курса Ульяновского государственного педагогического университета факультета физико-математического и технологического образования. Я бы хотел познакомить вас со своим творчеством, рассказать о себе, о значимых для меня встречах и, конечно же, прочитать свои стихи. Начну я с самого свежего, который написал буквально прошлой ночью. То зевая, то рот затыкая, слышать не пожелав, культурно попросит молчать, ставлю точку. Теперь запятая, помолчу и продолжу опять отправлять сквозь игольное ушко. Пару слов, что томились в далеком углу, то всерьез, то чуть-чуть понарошку, потому что речь нашу люблю. Впервые за перо я взялся очень давно, наверное, класс во втором или в третьем, когда учился в начальной школе. Снова я начал писать, когда детство сменялось юностью в подростковом возрасте, когда появлялись новые переживания, новые чувства, новые мысли. И, как сейчас помню, летом мы ехали в деревню к бабушке. Приехав туда, я брал камеру, бродил по полям, по лесам. Вечером возвращался уставший домой, ложился на кровать. И, разглядывая бабушкин ковер на стене с этими всеми дивными узорами, я закрывал глаза и передо мной проносился весь день. И на фоне этих переживаний у меня сами собой в голове стали появляться строчки. Этого стихотворения у меня не осталось, но оно сразу было записано не на листок, правда, не ручкой на листке, потому что не было этого под рукой. Под рукой был телефон. Я, как обычный ребенок нашей современности, ложился спать в обнимку с телефоном. И вот я его написал, весь в порыве чувств стал отправлять своим друзьям. Кому-то нравилось, кто-то принимал это равнодушно. Но самое главное для меня было, что это написал я. Что я это написал под воздействием собственных переживаний, личных. Не для кого-то, а потому что мог, хотел и потому что, наверное, было нужно. Я пытался писать еще. Писать получалось. На фоне того, что получались такие достаточно милые простые стихи, я стал их рассылать девчонкам. И как-то так произошло, что вся моя поэзия, которая была посвящена чему-то собственному, личному, вся перешла в посвящение кому-то. И я очень долго не мог перейти от этого обратно к личной поэзии. Очень долго не мог перейти этот Рубикон. Но когда перешел, я понял, что назад уже не вернусь. И писать буду так, как я хочу. И не обязательно кому-то конкретному. Свои первые стихи я не показывал никому, кроме своих друзей. Даже родители были не в курсе о том, что я пишу. Об этом знала, может быть, пара человек из моего ближайшего окружения. Но они этому значения не придавали. По крайней мере, такого значения, какое придавал этому я. И учитель литературы. Я очень долго об этом не рассказывал. В классе в седьмом или в восьмом у меня в школе появился друг. Пусть его зовут Дима. В силу нашего возраста у нас дружба состояла из череды соревнований. Я пошел в секцию, он пошел в секцию. Я стал занимать какие-то места на соревнованиях, он начал их занимать. И тут я узнаю, что он, оказывается, тоже пишет стихи. И более того, этим летом у него была... Ну, тем летом, получается, была публикация в альманахе Симберлита. Меня это очень сильно задело. Я на этот удар ни ответить не мог. Спросил у него сразу, кому ты обратился, как это все дело происходило. Он мне все рассказал. Я в тот же день написал Марине Юрьевне Субиной. Рассказал о том, что вот я друг этого Димы. У меня тоже есть стихи, я тоже хочу публиковаться. Присыл ей свои работы. И меня очень смутила ее реакция. Она спросила, а вы публиковались где-то еще до этого? Я ответил, что нет. Она сказала, что вы очень похожи на уже состоявшегося поэта. И пару стихов из этого периода, я думаю, сейчас прочитаю. Жди, нежданно, негаданно в день, а также, может, и в ночь замри. Движением не выдай тень радости твоих уст. Вернусь, стану на крылья пегасов, склокоча соленую грусть. Пусть без объявлений и объяснения страх, навеянный иглами яда, тревог, грани клеток оков в прах. Извлекая осколки и руки, сплетая в косо дорог, впрок, напитав щеки слезами, жаром остывшую сталь залью. Перед моим пожаром стань морем, горящим игривой волной. Твой. Знаешь, стоит тебе лишь улыбнуться, как механизм часовой души неспокойно изволит ломаться, теряя пружины, клоками перьев пасть, затыкая зубчатых колес. Нет, как ни старался, счастье такого не снес. Теперь, ожидая серой привычки нападки на новое, чистое, свежее, пыль с полок сорвавшая и окна бесстрашно открывшая, отбросив тени повадки, брошусь под солнечный свет. И на твои догадки отвечу кончиво. Нет. Следующее стихотворение я написал тоже примерно в это время, и оно является моим самым любимым. Написал я его весной, по-моему, в месяце апреля. Меня мучила бессонница, близился государственный экзамен. Я лежал на кровати, смотрел в окно и увидел в щели между шторами луну. Сразу пошли строки. Удивительные, чистые, полные переживаний, таких достаточно булгаковских. День сошел, как с крыши снег, наступает ночь. Лунный свет мой оберег, сон отводит прочь. Мне не страшно, не устал, просто в тишине. Лик луны ключи достал и вручает мне. Тайны все откроешь ты, только поспеши. В полночь встанут все часы для твоей мечты. Под ногами капли звезд на земной траве. Не остыл и не замерз, лето в рукаве. Тучи прорвала игла с нитью в серебре. И кружит над ними мгла на хромом крыле. Куст терновника стеной окружил тропу. Мне ступать здесь не впервой, обману судьбу. В дебриколки рывок алой совершу. Предначертанный виток кровью окроплю. Плоть мою изрежет злой, цепкий коготь сна. Я иду, мой Бог со мной, впереди весна. Это стихотворение я уже показал учителю литературы Елене Казимировне. До этого я ей ничего не показывал, ничего не рассказывал. И это для нее было большим удивлением, приятным. Я подошел к ней, положил на стол папочку со стихами. Сказала Елена Казимировна, я пишу стихи. Это все было после уроков, чтобы одноклассники не видели. Вы могли бы посмотреть? Мне интересно ваше мнение. Да, хорошо. На ее лице сразу появилась улыбка. Она эти листочки взяла, стянула, положила себе в сумку. И через пару дней она попросила меня остаться после уроков. И мы стали вместе читать мои стихи, их анализировать. И она меня стала сравнивать с Маяковским. Мне почему-то это не понравилось, потому что, ну, Маяковский – это Маяковский, а я – это я. И почему-то она стала рассказывать про то, что как Маяковский с ритмами играл, как он шагал по комнате, читая под стук каблуков строчки, чтобы они приобретали определенный ритм, посоветовал мне попробовать сделать то же самое. Я сказал «да», но продолжил писать по-своему. Все остальные работы я тоже ей показывал, приносил, и сейчас у нее есть постоянно пополняющаяся папка стихов. И первые мои работы, которые попали в печать, они, конечно, находятся в сборнике с остальными работами других авторов, но для меня это было очень большим достижением. Это сборник «Образ слова». В этом году я участвовал в конкурсе «Первая роса», занял первое место в нем, и после проведения конкурса было принято решение собрать лучшие работы с этого конкурса и отправить их в печать, составить сборник. Над сборником, кроме поэтов, еще трудились художники из школы искусств, молодые, они сделали для каждого автора иллюстрацию. Этот сборник выпустили определенным тиражом, он разошелся по ульяновским библиотекам, по гостиницам. Его свозили в Минск, в Москву. Он побывал уже достаточно много где, и это очень приятно. Еще после этого конкурса меня напечатали в журнале «Симбирск» в выпуске за август. Там стихотворений побольше, чем в сборнике «Образ слова». Интерес к литературе. Мне прививали родители самого детства, отец и мать. Каждый вечер читали нам вслух книги, наверное, класса до четвертого. После мы с братом уже читали сами. Мне читать поначалу не очень-то и нравилось. Гораздо интереснее было играть с друзьями, с собакой гулять, с отцом возиться в гараже, ездить на рыбалку. А как-то чтение превращалось в какую-то обязаловку, которая, впрочем, не доставляла каких-то особых неудобств. И я читал, читал много. Читать с собственным интересом, с личным, я начал после того, как увидел в шкафу на полке книгу, которую подарили отцу на день рождения. Это был сборник романов Стругацких. У него была удивительная обложка, там были изображены две маски, между которыми находилась Вавилонская башня. И эта картинка меня так зацепила, я подумал, интересно, что же там такое. Я открыл сборник, посмотрел, какие там были интересные названия у романов, начал пытаться их читать. Мне было тогда, наверное, лет 12-13, и в течение нескольких месяцев я предпринимал попытки все это прочитать и осилить. У меня никак не получалось. Когда у меня это получилось, я не смог оторваться и зачитал этот сборник от корки до корки. Стал просить родителей покупать другие романы этих авторов. И их я сразу проглатывал практически. И один из этих романов очень сильно повлиял на выбор моей будущей профессии. Это роман «Отягощенный злом». Он посвящен учителю. Там в этом романе три истории. Одна ветхозаветная, другая про дьявола в современном городе, и третья про учителя. И вот эта вот третья история очень сильно задела меня, задела что-то личное во мне. Я подумал, что такая судьба, она по мне, она мне нравится. И, наверное, класс седьмого, с восьмого я решил, что буду учителем. И это желание во мне утвердилось. В классе в десятом, в одиннадцатом, когда нужно было выбирать профиль, я решил, что точно буду учиться в педагогическом университете у нас. Но вот с выбором специальности конкретной я никак не мог определиться. То ли идти на учителя биологии и химии, то ли на географа, то ли на учителя русского языка и литературы. И все решилось в один день. После беседы с отцом я пришел к выводу, что лучше стать учителем математики и информатики. Потому что это та специальность, с которой, если вдруг не заладится в школе, можно будет найти работу где-нибудь еще. Этот выбор, это решение было принято мной буквально менее чем за десять минут. Я позвонил. Ну, после того, как уже были готовы результаты экзамена, в приемную комиссию, сказал, что буду поступать на физмат, на математику и информатику. Пожалуйста, переложите оригинал заявления туда. Я поступил. И о своем выборе не жалею ни разу. И чем больше я занимаюсь математикой, тем больше я понимаю, как сильно она связана со всеми остальными науками. С музыкой, с живописью, с литературой, со стихами, с философией. И математика тоже сильный отпечаток наложила на все мои стихи. Пожалуй, стоит их почитать. Я останусь для всех неразгаданным, но лишь для тебя переплеты мои пусты, нежданным, негаданным перейду сквозь колючек кусты, окровавленным, обожаемым, весь в чернилах, до самых пят. Только тише. Соседи спят. Спят соседи, и, может быть, спятили, проверяя свои хвосты. Но мы тоже ведь что-то утратили. И нашли тоже что-то. Мечты? Пару слов о допитом стакане, что наполнится множество раз. Я все так же в прелестном дурмане от твоих недосказанных фраз, даже если за ними отказ. Я иду с головами козла и ягненка, пребывая в обличии седого ребенка, по дороге сомнений, мимо пасмурных роз, и с надеждой, что все это будет всерьез. Снова сказка, и вновь поднимается взор, позади и вокруг небывалый простор, только ноги, как встарь, по колено в грязи. Если хочешь бежать, то придется ползти. Впереди обязательно кто-то и ждет, только там не закончится вечный поход. Переменятся маски и зеркала, и ягненка козла сменит уши осла, а осла переменит большая пчела. И наступит эпоха, лишенная зла. Но сейчас ты один, на дороге из слез, лишь с надеждой, что все это будет всерьез. Над выжженным полем летает пакет, весь белый, пустой и нетленный. Рожденным из пепла шлю теплый привет, простой, потому и священный. Танцуй и решайся натягивать нить, не вышитых мойрами сказок. Становится жарко, и хочется пить, и хочется больше подсказок. Не бойся сгорать в добровольном огне, умри, обновись и постигни. Внутри и снаружи, будь верен войне, «Сепараби стерам об игне». Последняя строчка – это фраза из алхимического манускрипта конца античности. Ее называют «Скрижалью Гефеста», и переводится она как «Ты отделишь землю от огня, тонкая от грубого, осторожная и с большим искусством». Вопрос, как у математика, как у поэта вышел такой сдвиг в алхимию, в античность, в мифы древнего мира. Все просто. Примерно в это время я познакомился с кружком традиционалистов и с большим интересом открыл для себя, что эти люди не занимаются какими-то насущными проблемами политики, а разговаривают именно о культуре. И о культуре древней в попытках найти общую культуру для всего человечества. И беседы с этими людьми открыли для меня большое количество новых образов, которые я стараюсь использовать в своем творчестве. Примерно в это же время после знакомства с ними я открыл для себя ряд авторов, которые стали основополагающими для меня. Я познакомился с Германом Гессе. Для меня это сейчас любимый писатель. Я прочитал практически все книги, которые были у нас в переводе на русском языке, и Сиддхартху, и Степного Волка, и ряд его рассказов. После этих романов, после этих книг меня стали посещать достаточно интересные, яркие, красочные сны. И в том числе сны являются основой для многих моих стихотворений. Вниз по лестнице идет креститься, неспроста, не зазря, пылким сердцем горя, освещает свой путь. Не сойти, не свернуть, каждый шаг, каждый миг обернешься тупик, лишь вперед, дальше вниз. На перилах повис куст терновой шипы, а по стенам клопы за пролетом пролет, за падением полет, а на дне саркофаг, и вокруг только мрак. Руку тянешь, и тут не найдут, не спасут, когда тронешься, успокоишься, миллиметр вперед, и останется лед, горстка пепла зола, комнатушка мала, миллиметра порог, как финал всех дорог, а за ним что искал, что достичь возжелал, самый главный секрет, самый страшный ответ, в клетке лестницы, на дне, на большой глубине, глубочайший подвал, где никто не кричал, задавался вопрос, добелила волос, тряски тощих костей, в ожидании вестей, полыхает планета, в ожидании ответа, почему эта роль, отчего эта боль, сколько можно гвоздей, на ручонках людей, неужели все сон, как далек Рубикон, и как скоро его перешли, тени выше росли, назвался бы вопрос, говорить не дорос, руку прытью к себе, кровь идет по губе, дыбом волос, стеклом голос, сверху кто-то сказал, ты напрасно дрожал, возвращайся назад, будешь сыт, будешь рад, где тепло, там уют, где темно, там снуют, а где страшно, неважно, страшен этот ответ, что обманом был свет, а ты сам ничего подведи, и того, вот ты думай теперь, о потере потере, для чего, почему, есть и быть ничему. Прошлым летом я по совету Марины Юрьевны Субиной, вместе с которой начался мой литературный путь, познакомился с Гумилевым. Мы встретились с ней летом, рядом с Ленинским мемориалом, должна была проходить встречу нашего литературного салона, на которую пришли только двое, я и Марина Юрьевна. Встреча была очень плодотворной, я ей показал свежие работы, рассказал о том, что меня волнует, о чем я пишу, рассказал, как у меня дела, послушал, как у нее дела, и в конце она мне говорит, Артем, у меня есть для тебя подарок. Достает сумку и протягивает мне сборник стихов Гумилева. Я этот подарок оценил только уже дома, открыв и начав читать его стихи. До этого я о Гумилеве слышал, но это было в курсе литературы школьной. Мы о нем очень мало говорили, почитали пару стихов о жирафе около озера Чад, и я его не запомнил. Знаю, что был такой поэт. Но вот после этого подарка он меня вдохновил. Одно из таких стихотворений, которые я написал под впечатлением от Гумилева, я вам сейчас прочитаю. Рыцарь и ведьма Пройдя восточные пески и напитав их свежей кровью, он полной радостной тоски спешил к родимому подворью. Осталась позади война, и вот уже притихли раны, но лишь под ними целуна он видит белые барханы. Домой его носит конь по землям Западной Европы, звенит начищенная бронь, что не пробили эфиопы. И вот он повстречал ее у ручейка на водопое, несла горбатое тряпье, в другой руке ведро пустое. Куда, подруга, держишь путь? Куда, хромая, тащишь ноги? Я вышла пыль свою стряхнуть и сбить тебя с твоей дороги. Смется всадник нипочем, ему слова кривой старухи, копье закинув на плечо, ведет коня. Но конь не в духе. Забравшись в крепкое седло, он солнцу подмигнул игриво. Им на двоих всегда везло, они вдвоем, как лев и грива. И если суждено плутать и заблудиться, коль угодно, мы будем рады испытать, насколько души благородны, увереннее несет скакун его вперед сквозь дни и годы. И будет вечной песней струн во имя воинов свободы. Не бойся, стоя у черты, отправить личный шаг. Смотри, в кривом оскале рты у лающих собак. Дрожит земля и тает лед, бежит змеей вода. Не отступи, прими черед и не жалей следа. Прими наследство в сто шагов и сделай новый шаг во имя дедов и отцов и лающих собак. В заключении мне хотелось бы сказать, выразить слова признательности тем людям, которые находятся со мной рядом, которые поддерживают меня во всех начинаниях свою девушку за то, что она мое творчество очень поддерживает и вносит в него свой посильный вклад, делая к ним иллюстрации. Это для меня был подарок на день рождения. Один из самых приятных за все мое время, за всю мою жизнь. Хочу сказать еще, что не нужно думать о том, что вверх, когда все грамотные, когда все могут писать и читать, роль писателя становится меньше из-за того, что потенциально писателей становится гораздо больше. Нет, об этом думать не надо. Нужно браться за перо, писать, потому что сейчас стало гораздо больше ушей, глаз, гораздо больше читателей и большего количества людей можно свои мысли, чувства, стремления передать. На этом все. Спасибо за эту встречу, за эту беседу. Я хочу вам пожелать в новом году всего самого лучшего. Будьте счастливы, читайте хорошую литературу. Ваш Артем Далакян. Дорогие друзья, мы благодарны Артему Далакяну за участие в нашей программе. В одном из его стихотворений есть строчка «Но подними глаза, смотри, искусство видеть – это счастье». Мир глазами поэта – удивительный, преображенный мир. И искусство видеть преображенный мир – это счастье. Думается, что Артем Далакян наделен таким искусством. Желаю молодому автору всего самого доброго в новом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин